Глава шестая Книги Ездры Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища, и найден в Екбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так, для памяти. В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме, пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него, вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в шестьдесят локтей, рядов из камней больших три, и ряд из дерева один, и сдержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божьем. Итак, Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар Базнай с товарищами вашими, Афар Сахиями, которые за рекою удалитесь оттуда, не останавливайте работы при этом доме Божьем, пусть иудейский областеначальник и иудейские старейшины строят этот дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божия, а именно, из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов ли или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масло, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемой им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да не зложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме, я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, Заречный области начальник, Шефар Базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Аггея Пророка и Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом этот к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и ревиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего дома Божия сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов, жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один. Были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.